Итак, добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы разберем еще четыре термина в рамках нашего курса. Термины уже нам почти что известны, мы разбираем все те же тексты и, пожалуй, начнем. Первый термин, который я выбрал, он из английского текста. Это пользовательское соглашение компании Broad Aspect и термин звучит как Long Delivery. Далее. Вот вы можете ознакомиться с источником текста и с контекстом, в котором он употребляется. Важные для меня слова я выделил разными цветами, чтобы понять, что и к чему относятся. Также это было сделано, чтобы в дальнейшем можно было искать наш термин со словами, с которыми он чаще всего употребляется в текстах нужных нам документов. Итак, как же я решил эту переводческую задачу? Во-первых, я захотел конкретизировать термин, и в этом мне пригодились уже уделенные слова. То есть термин Long Delivery достаточно обширный, используется в торговле и в других сферах, и я решил его более конкретизировать, подогнать, под используя документ и ситуацию. В данном контексте этот термин используется по отношению к данным и либо информации. Далее я немного изменил его, чтобы сделать более конкретным. У меня получилось два варианта. Это Delivery of Long Data или Long Data Delivery. Следующим шагом я проверил, используются ли два данных термина. И, собственно, вот результат проверки. Я нашел данный термин в тексте одного из также лицензионных соглашений, тоже относится к провайдеру, и, в принципе, совпадает. Из этого я сделал вывод, что данный термин может использоваться и именно в данном контексте. Далее. При переводе уже термина я решил воспользоваться самым простым способом и найти уже готовое переводческое решение. То есть найти использование данного термина в текстах двух договоров, одного на английском, другого на русском языке. И хотя бы аналогов. Для этого я вбил в Google поисковой запрос что-то вроде потери информации, данных в результате чего-то. И начал искать данную фразу в текстах лицензионных соглашений и подобных документов. Нашел я множество соглашений, но искомого термина там я не нашел. Я нашел только упоминание о потере информации, либо потерю и повреждение данных в результате чего-то. То есть в текстах русскоязычных договоров данный термин, long delivery, как правило, не употребляется. У нас не конкретизирует, из-за чего произошла потеря данных. Тут же я как раз таки выявил то, что совпадает с оригинальным документом, но нашего искомого термина здесь нет. Идем дальше. Далее я решил подобрать вариант и перевести само выражение. Для этого я разделил его на составительные части, то есть wrong data и data delivery. И перевел, используя мультитран и словари. Wrong data у меня получились неправильные, неверные данные. Этот термин употребляется в текстах о IT-тематике и так далее. А data delivery – это тоже термин из IT-тематики и переводится обычно как доставка данных. То есть, сопоставив эти два словосочетания, я получил варианты. Они звучали как доставка неверных данных, доставка ошибочных данных или ошибочная доставка данных. Далее я поискал все три варианта в гугле, в текстах также договоров, соглашений и документов. Если с первыми двумя термина ничего не вышло, то с вариацией их, это ошибочная доставка данных, я нашел два совпадения именно в текстах по IT-тематике. Если второй текст выглядит более как авторский и не является над документом, то первый – это сайт Центробанка России и это обширный доклад по IT-тематике, по проблемам и так далее. То есть, я посчитал это попаданием в яблочко и решил, что данное выражение можно использовать. В результате чего я все-таки предпочел бы не рисковать и предложить заказчику такой вариант перевода, как long delivery в данном контексте будет употребляться как ошибочная доставка данных. Вот я дам вам секунд 15 переварить все, что сказано, чтобы вы что-то записали и потом задали вопрос. Итак, с первым термином окончено, перейдем ко второму. Второй термин звучит как failure of the internet и употребляется все в том же пользовательском соглашении компании Bored Aspects. Сейчас вы можете ознакомиться с контекстом. Здесь я также подчеркнул разными цветами, чтобы было яснее понять, о чем говорится и вообще понять контекст употребления термина, к чему он относится. Следующим шагом я решил поискать, опять же, вариант употребления термина в похожих документах, только русскоязычных. Итак, я просмотрел и нашел лицензионные соглашения облачных сервисов и провайдеров. И что они пишут по этому поводу в разделе о сложении себя ответственности за какие-либо происшествия. То есть, допустим, тут Cloud Mail.ru и так далее. То есть, у них, в принципе, используется отсутствие доступа в интернет, отсутствие доступа к сети интернет, или, вот я нашел, очень редко употребляется нефункционирование в сети интернет. То есть, в принципе, первый вариант, который мне сразу в голову пришел, простой перевод, отсутствие доступа в интернет, он подходит и употребляется в русскоязычных текстах. Следующим шагом я решил сравнить частоту употребления и вообще употреблять, что чаще употребляется. Я сравнил отсутствие доступа в интернет, я сравнил результат поисков и контексты, и отсутствие доступа к сети интернет, то же самое проверил. У меня получилось так, что отсутствие доступа в интернет в основном используется на форумах, когда люди задают вопросы и так далее. Но более простой вариант. Отсутствие доступа к сети, именно к сети в интернет, используется в текстах договоров что-то более официальное. Третий вариант, он звучал как нефункционированием сети интернет. На мой взгляд, он немного нелогичен. Интернет не может нефункционировать полностью весь. Ну и как я и думал, этот вариант почти не употребляется. Там буквально пара совпадений. И далее на основании частотности, контекстное использование и понятности, я сделал вывод, что failure of the internet вполне можно перевести, и у него есть соответствие русскоязычное, как отсутствие доступа к сети интернет. Да, наверное, это стоило сделать. Спасибо. Итак, со вторым термином мы закончили. Дальше третий термин, это уже русскоязычные термины, и первый термин звучит как испытательная лаборатория. Источником является приказ об утверждении формулы и порядка ведения реестра активированных органов по сертификации. И сейчас вы можете ознакомиться с контекстом. Тут я опять же подчеркнул слова, с которыми, вероятно, этот термин встречается, и в контекстах каких документов стоит его искать. В представленном документе данный термин встречается неоднократно, и, в принципе, все контексты я не стал сюда выкидывать. Так, далее. Я решил заняться первым делом, это поиском перевода термина в словарях, либо мультитраме. И в принципе выдало очень много вариантов. То есть и теструм, и тестинг лабораторий, и, в общем, много чего. И тут мое внимание привлекло использование термина в сфере ГОСТ. Я нажал на него, и у меня появилось такое окошко «Общие требования к аккредитации испытательных лабораторий». То есть, аккредитация есть, испытательные лаборатории есть, требования есть. Вполне возможно, что это подходит, и есть однозначный эквивалент на английском языке. Я решил найти это соглашение, ГОСТ номер такой-то. И вот что у меня получилось. Я нашел текст ГОСТа, и уже в тексте ГОСТа на официальном сайте был перевод названия на английский язык. То есть, «Общие требования к аккредитации испытательных лабораторий». Чтобы не ошибиться, я еще раз проверил употребление испытательных лабораторий, аккредитации в тексте. И вот как раз шел кусок, для чего используется ГОСТ. Это область применения. То есть, настоящий стандарт устанавливает общие требования к порядку аккредитации испытательных лабораторий. То есть, на мой взгляд, попадание, соответственно, это государственный документ, это ГОСТ. И, в принципе, искать больше ничего не надо. На основании этого документа построен и документ, который мы имеем к переводу. Следующим шагом, что я сделал, это было проверку употребления англоязычного названия нашего ГОСТа в интернете. Было очень много результатов. То есть, это название используется, используется оно в основном с русскоязычными документами и так далее. Из чего я сделал вывод, что раз в тексте государственного образца используется данный термин, то мы можем перевести испытательное лабораторие как Testing Laboratory. Далее у нас остался последний термин, это подтверждение компетентности. Термин взят все из того же текста, приказа об утверждении формы и порядка ведения реестра аккредитованных предприятий или органов сертификации. Используется в следующем контексте. Также я подчеркнул, с какими словами может использоваться данный термин, то есть подтверждение компетенции, можно проходить, также присутствует или должно присутствовать аккредитованное лицо. С этими словами можно встретить данный термин. Далее я решил заняться поиском варианта. Для этого я попробовал найти тексты похожих документов. У меня ничего не вышло. То есть по гулу он ничего не нашел. Как бы я ни старался. Следующим шагом я решил поискать данный термин в мультитраме, но и здесь меня ждала неудача. И следующим шагом я решил подобрать вариант. То есть я взял все слова с значением признания, какого-то засвидетельствования, и попробовал пробить их по частотности в гугле. То есть здесь я придумывал все варианты, что можно сделать с компетентностью. Далее на основании частотности и вообще по порядку я решил проверить данные варианты в сочетании с контекстом. А вот, допустим, первый вариант. Verification of Competency. Я нашел национальное бюро аккредитации Литвы. И там используются данный термин. Но мне не понравилось, поскольку это даже не документ, это просто сайт данной организации. Я решил искать дальше, но с другой стороны Литва это не Россия. И решил проверить другие варианты. Второй вариант, он был низкочастотный и не использовался почти в каких документах. А с третьим вариантом, это Confirmation of Competency. Мне повезло. Я решил, как и с предыдущими вариантами, искать сочетание данного термина в сочетании с тестовыми лабораториями или субъектами, подлежащими аккредитации. И вот одно из таких сочетаний, подтверждение компетентности и тестовой лаборатории, содержало данный документ. Этот документ, он находится на сайте нашего агентства по аккредитации, бюро аккредитации. И содержит англоязычный текст закона по аккредитации России. Ниже я указал источник. По тексту я поискал термин, нашел его. Он соответствует контексту, которым используется в оригинальном тексте. И используется, в принципе, с теми же словами. Аккредитованное лицо, предоставление данных, прохождение аккредитации и так далее. И из этого я сделал вывод, что данный термин, поскольку он используется в русскоязычных официальных документах, переведенных на английский язык, я сделал вывод, что данный термин, подтверждение компетентности, можно перевести как confirmation of competency. В принципе, это были те четыре термина, в которых, период которых мне достался. Я благодарю вас за внимание. И на этом презентация оканчивается. Дмитрий Адбин. Термин. И смотрите, что он на русскоязычных, точнее, на русскоязычных сайтах находится, пусть даже переведенных на английский. В любом случае, такие термины лучше перепроверять по англоязычным источникам, потому что мы переводим для того, чтобы было понятно зарубежным читателям, а не русским, которые знают английский. Просто я два раза подряд у вас вижу, что вы ссылаетесь, ну, как бы нашли сайт или какой-то документ, который находится на русском сайте, он переведен на английский и на этом поиски заканчиваются. То есть это неправильно. Важно, чтобы этот термин был конкретно хорошо использован, часто использован на зарубежных сайтах. То есть это либо сайты Великобритании, либо сайты США. Да, это понятно, но в данном случае, опять-таки, я толсткивался от того, что у нас есть агентство аккредитации и на их официальном сайте они переводят его именно так. Ну, я понимаю, но агентство аккредитации, оно же российское. Да, но... Как они сами себя переводят, это их личное дело. Но нам же важно, чтобы вот их деятельность или там вот той или иной термин понимали иностранцы. Соответственно, нужно смотреть, как данное понятие отражается именно в английских терминах. потому что то, как отражают его русские, как они... ну, переводя на иностранный язык, там, на английский, да, вот, и то, как его понимают иностранцы, может очень разниться. То есть они могут просто не понять даже наш термин. Несмотря на то, что он используется на русских сайтах. Вот так же по вопросу терминов я не только пробил их по гуглу, я и решил понять, в каких контекстах использую. Вот, допустим, первый термин это «vertification of competency». Он используется в основном в каких-то судоростостроительных компаниях. В общем, где бы я ни искал, там были тексты договоров либо что-то связанное с морем, с флотом и так далее. То есть подтверждение каких-то сертификатов, мореплавателей, что-то такое. Остальные термины я тоже пробил, они нигде не используются в каких-то узких сфер. А вот именно третий вариант он используется в текстах договоров не только русских, но и англоязычных. Я не спорю. Вполне возможно, я говорю, термин рабочий. Я просто к тому, чтобы вы в качестве профлинков приводили не русские сайты, а английские. Там, где английский является родным языком. А то мало ли, что там наградят русскоязычные переводчики. А так в остальном никаких претензий нет. Большое спасибо за замечание. Я это учту. Пожалуйста. Сейчас вот идут. Чтобы они попали в запись и чтобы какие-то ответы от вас люди услышали. Хорошо? Если есть что комментировать. сообщение, сообщение видите, да? Да, я вижу сообщение. Вот я не понимаю, почему доставка неверных данных, почему данные ошибочные. Тот, кто их отправляет, он в принципе не может знать, что он отправляет ошибочные данные. То же самое. Доставка неверных данных. Тот, кто их отправляет, он в принципе может и не знать, что он отправляет неверные данные. Насколько я понимаю, провайдер или тот, кто предоставляет доступ к услугам, он может и не понимать, что доставляет ошибочные данные. То есть данные, они ошибочны именно для того, кто получает, для получателя. Вот контекст. Так, следующий вопрос. Пока что, почему выбрали именно Competence? То есть там было два варианта. Competence и Competence и что-то еще. Я выбрал их просто из... Да. Я выбрал данный вариант просто исходя из частотности употребления именно со словами подтверждения и так далее. То есть тут опять же частотность употребления если Competence не употребляется со словами типа подтверждения, я не стал его использовать. То есть я все искал по частотности и в каком контексте употребляется. и так далее. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, они синонимично очень часто и в России, и в русском языке употребляют, но термины действительно очень разные. Одно означает там знание, а другое — необходимая полномочия. А, так что же в данном контексте все-таки лучше употреблять? На мой взгляд, компетенции. Я пропустил, а вас что, Дмитрий? Тоже самое, насколько я помню. Да. Ну, посверим сейчас. Понятно. В данном случае... Так, а у нас что? Серьезно, компетентность. А можете посмотреть, что подразумевается потом компетентность именно в контексте вот этого документа. Компетенция, то есть круг вопросов, которые они могут решать, или же это просто... Ну, там, круг вопросов, круг полномочий, да? Или речь идет о необходимой квалификации? Насколько я помню, здесь вся речь идет о необходимой квалификации для выполнения каких-либо процедур. Так. Тут, по-моему, даже не указано, что используется. Сейчас вижу. А, нет, в квалификации не пойдет, потому что мы сильно заужаем тогда само понятие. Потому что, допустим, оборудование туда уже не войдет. В квалификации. Там, у кого есть ссылка под рукой? Откуда все это... Ну, ссылка на документы. На мой взгляд, здесь, как бы, именно... Как бы, проблема... Ну, ошибка авторов. То есть, ошибка оригинала. То есть, должно быть подтверждение компетенции. Они написали подтверждение компетентности. Но мне хотелось бы убедиться в том, что они, на самом деле, имели в виду компетенцию. Поэтому я прошу, у кого есть ссылка на оригинал? Не искать мне сейчас. Спасибо. 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 Также, Надежда, я не знаю, почему у вас не находится в сочетании со вторым вариантом. У меня находит по 145 тысяч и того, и того варианта. Я именно в кавычках ищу. То есть, я делаю вот так. Смотрите, скриншот. Смотрите, скриншот. Мне все-таки кажется, здесь речь идет о компетенции. Я вот сейчас зашел на сайт Росаккредитации, который непосредственно подтверждает компетентность аккредитованного лица. И там речь, судя по всему, идет именно о компетенции. Хотя, почему-то они ее называют компетентность. Здесь, видимо, нужно смотреть не на форму слова, а именно на смысл. По смыслу это компетенция. Соответственно, здесь я бы с Надеждой согласен. Confirmation of Competence. Но, опять же, они во всем тексте используют компетентность почему-то. Я согласен. Я согласен, что да, они используют компетентность. По словарному значению они имеют в виду компетенцию. И что в таком случае делать? Самим домысливать за второго документа, что они имели в виду? Или все-таки лучше как-то с заказчиком проконсультироваться? Ну, нужно все-таки выяснить значение. Вот я смотрю, допустим, про то, как подтверждает эта компетентность. Компетентность, да, в данном случае. Она подтверждается сертификатом обоаккредитации. А сертификат обоаккредитации подтверждает полномочия. Соответственно, раз мы говорим о полномочиях, а не о знаниях, то получается, мы по факту речь ведем о компетенции. И, соответственно, под подтверждением компетентности авторы на самом деле имели в виду, или авторы имели в виду подтверждение компетенции. Следовательно, здесь нам стоит переводить confirmation of competence. Потому что по смыслу имеется в виду именно competence, а не competency. Логика понятна, Дмитрий? Да, логика понятна. Ну, вот как-то так, видимо, это все будет происходить. Вроде разобрались. Надежда, у вас еще остались вопросы, возражения? Или у кого-нибудь еще остались? Отпускать будем, Дмитрия? Анна, может, мы вам это домашним заданием сделаем? Отпускать будем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Продолжение следует...